Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко. Мы приготовим картофель со свининой и сладким перцем. Это блюдо венгерской кухни и чем-то напоминает наше жаркое. Итак, нам потребуется 1 килограмм 300 грамм картофеля, 650 грамм свинины, 2 луковицы общим весом 200 грамм, сладкий болгарский перец весом 200 грамм, 4 дольки чеснока, 120 миллилитров воды, тмин, сладкая молотая паприка, соль и подсолнечное масло. В чашу мультиварки наливаем 2 столовые ложки масла, закрываем крышку мультиварки, выбираем меню, режим жарка, ждем 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. Масло нагрелось, теперь отправляем обжариваться крупнопорезанный лук и примерно также порезанный перец. Через 5 минут добавляем 1 третий чайной ложки тмина, 2 чайные ложки с хорошей горкой сладкой молотой паприки. Обязательно все хорошо перемешиваем, чтобы вкус специи успел раскрыться, после чего отключаем мультиварку. Добавляем некрупнопорезанное мясо, добавляем измельченный чеснок, средним кубиком порезанный картофель, 2 чайные ложки соли или соль по вкусу, заливаем это все горячей водой, закрываем крышку мультиварки. Так как объем большой, готовить будем на режиме тушения 1 час 30 минут. За это время успеет приготовиться и мясо и картошка. Время истекло, картошка с мясом готова, теперь все хорошо перемешиваем. Перед подачей на стол посыпаем свежей зеленью, у меня укроп и подаем с маринованными огурчиками и помидорами. Второй рецепт, приготовим картошку с тушенкой. Для приготовления нам потребуется 1,5 килограмма картофеля уже в очищенном виде, 80 грамм лука, 80 грамм моркови, столовая ложка томатной пасты, это 30 грамм, банка тушенки, у меня свинина весом 325 грамм, можно взять говядину. Также нам потребуется смесь перцев, сушеный чеснок и соль. Выкладываем всю банку тушенки вместе с жиром, выбираем меню, режим жарко, ждем 2 минуты, чтобы тушенка успела нагреться. При закрытой крышке это происходит быстрее. Итак, тушенка нагрелась, отправляем туда лук мелко порезанный, морковь натертую на крупной терке и томатную пасту. Жарим все это 5 минут, после этого добавляем некрупно порезанный картофель, добавляем пол чайной ложки смеси перцев, пол чайной ложки сушеного чеснока или 2 дольки свежего, соль добавляем по вкусу, я добавляю полторы чайной ложки, отключаем режим жарко, все хорошо перемешиваем. Добавлю 80 миллилитров горячей воды, закрываем крышку мультиварки, готовить буду на режиме выпечка, у меня ручной режим, мультиповар при температуре 130 градусов 40 минут. Время истекло, картошка готова. Такую картошку лучше подавать со свежими или маринованными огурцами и помидорами. Быстро, просто и очень вкусно. При желании тушенку можно заменить на фарш. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!